Дмитрий Москин, я художник-карикатурист, живу в Петро Заводске. Почему я в таком необычном одеянии? В тюремной шапочке. Вот такую шапочку я пообрел в Швеции, в тюрьме. Можно сказать, побывал в тюрьме. Но в тюрьме цивилизованной. Тюрьма бывшая, она преобразована в гостиницу. Вот нас, российских карикатуристов, поселили в этой тюрьме, потому что она очень дешевая, почти недалеко от центра города. Это вообще очень смешно. Карикатуристов в последнее время. И там вот такие смешные сувениры продает. В том числе и шапочки. Попал я в Швецию, а точнее в Стокгольм, вместе с группой российских карикатуристов. У нас было 5 человек. Со всей России буквально. Новосибирск, Сургут, Петербург, Калининград, вот и Петрозаводск. Вспомнили обо мне то, что я занимаюсь карикатурой. Вот это брали в эту группу. Мы с работами, посвященными теме, тема была российский карикатурист о Швеции. Вот было задание такое, сделать 5 карикатур. Вот как российский карикатурист, практически ничего не зная о Швеции, ее представляет так, в воображении. То же самое и шведские карикатуристы. Они делают такие рисунки, посвященные Россией. Вот было очень интересно сравнивать. Осенью прошедшая была выставка в Калининграде. Приезжали шведские карикатуристы. Но там я не смог присутствовать, потому что я в это время работал в музее Кижи. Работаю в музее Кижи художником. А ответная поездка состоялась в удобное для меня время, как раз до работы в музее. С 5 по 10 мая. Эта поездка очень интересна была, потому что она была, во-первых, нестандартная, ну и во-вторых, то, что я впервые был в Швеции, мне было все там интересно. Нас принимали очень хорошо, очень хорошо, все было организовано. Принимали в разных местах, и мы встречались с разными людьми. Начиная от обычного кафе и кончая парламентом. Мы были в парламенте. Что самое интересное, что запомнилось о Швеции? Во-первых, наши представления о Швеции, они немножко разнились, во многом разнились в представлении шведов о России. Я так думаю, что мы больше о Швеции все-таки знаем, чем они о нас. Это проявлялось не только в карикатурах, которые они нарисовали на России, но и при разговорах обычных. Все-таки взгляд русского и российского человека, интеллигента, более широк по Достоевскому. Более широк. Но, тем не менее, шведам было тоже интересно, когда они впервые, большинство приехало в Калининград, им очень было интересно все, что касается России. А чувства, чувства такие чисто человеческие, меня, например, в Швеции, ну что, я представил Швецию, всегда представил Швецию такое, тихой, северной страной, в принципе, не воинственной, давно уже забывшей о войне, страной, где вручают Нобелевские премии, страной, где очень интересная северная архитектура сохранилась, стране писателей и сказок, которые, кстати, печатались у нас в изнастичной карьере, переводились, очень дружественной страной. Оказалось, что со стороны шведов, и это я встречал на всем уровне, доминирует чувство страха. Вот чувство страха оказалось. Ну, страха разного рода. Страха, значит, к нашей стране, как исторического страха, даже где-то генетического страха. И вот простые люди тоже говорили, вот художники, вот мы вот... Я не знаю почему. То ли это средство массовой информации, то ли это воспитание, то ли что. Но вот Швеция, она вот исторически боится Россию. Для меня это было удивительно. Но потом, когда я познакомился с жизнью Швеции, то в принципе понял, что это, ну, может быть, и нормально. Вот для такой цивилизованной европейской страны, маленькой страны, зависимой от больших стран, вот такое чувство. Особенно, конечно, это все проявлялось во время Холодной войны. Сейчас все, конечно, все идет на обыль, но тем не менее. И это... И карикатуры они представили, большей частью политические. Политические, связанные, вот некоторые могу показать, связанные с деятельностью, в том числе и Путина, наших правителей. Вот, например, карикатура очень интересная. Путин подтачивает ногти, в виде медведя подтачивает свои ногти. Смешно. Смешно. Или Путин, например, с медведем в виде пуделя. Смешно. Вот у них преобладает все-таки политическая карикатура. Вот. Российская карикатура, она намного шире. У нас очень много и такой обычной, иллюстрированной карикатуры, карикатуры, так и иллюстрации, карикатуры бытовой. Но и в Швеции тоже это есть. У них есть общество иллюстраторов в Стокгольме, где мы были на встрече и знакомились друг с другом, материалами друг с другом, вот с рисунками. И в это общество входит союз карикатуристов. В России такого союза нет, увы. Хотя нас, конечно, в десятки раз больше российских карикатуристов. И я так думаю, что в России и более интересные художники, ну, страна, в Швеция, маленькая, 10 миллионов. Но, тем не менее, тем не менее, мы, в принципе, нашли общий язык. Нас приглашали в мастерские, в дома, на свои загородные дачи. В принципе, по большому счету, большого удивления не было. Мы уже знали, что все живут хорошо, зарабатывают хорошо, законы у власти, люди адекватные, думающие, не ворующие, а думающие действительно о людях. И все это, как бы вот, все это соответствует и действительно жизни шведов. Маленького шведа и большого шведа связано с политикой. Что интересно, внешне трудно отличить там богатого шведа или обедного на улицах, например. То есть нет такой бросающейся разницы. И в том числе и в символике государственной. То, что связано с тем же парламентом. Мы ходили по парламенту как вот, ну, по знакомому теплому месту. То есть вот там нет такого оформления официоза. Там большое количество художественных произведений, причем разных направлений, от реализма до модернизма. Там большие варианты в оформлении интерьеров. Не одна там вот такая, изначально, декор или вот, ну, помпезности, говорю, что это связано всегда с властью. Это как раз и очень привлекало нас. Причем привлекало нас на всех уровнях. Вот от парламента до обычного частного дома. Швед, даже хорошо зарабатывающий, он живет довольно скромно в городе, так можно, скажем. Обстановка довольно скромная, тоже трудно сказать даже, сколько он зарабатывает. Разница вот в детальных оформлении, вот таких, например, очень много у шведов в домах картин, произведений искусства. А мебель, в принципе, в Питере такую же мебель можно купить в Икеа. Тут, опять-таки, дело вкуса каждого самого шведского жителя. Ну, что еще? Ну, а все остальное, в принципе, любой турист может увидеть, проехав в Швецию или побывать в Стокболь или в музеях побывать. То есть, красивая страна. Красивая, добрая, я думаю, по большому счету и дружественна русским людям страна. Страна, я думаю, с которой надо налаживать контакты, дружить и так далее. Ну, что еще? Лично меня вот что привлекло еще? Там есть вот художники, которые работают и в моем духе. Вот, например, я занимаюсь иллюстрацией афоризмов, познакомился с художником, который иллюстрирует латинские высказывания. Вот я хочу вот эти высказывания, которые в книге собраны, тоже проиллюстрировать, чтобы было два взгляда на одно и то же явление культуры русского и шведского калькатуриста. А потом это на выставке очень наглядно видно. Все равно разница в характер воспитания она проявится и в этом интерес вот как раз в разнообразии наших искусств русского и шведского. Ну, а о свободе. Швеция это страна значит, монархическая. Вот, пожалуйста, отношение к монарху. Над монархом тоже можно смеяться и ничего страшного там нет. Карикатуристы в газетах, мы были в крупнейших газетах, они по большому счету независимы. Их нарисуют карикатуру, которую не устраивает там начальство. Все равно их так поставлены законы, социальное положение, что их не выгоняют там, не лишают зарплаты и так далее. У них больше степени свободы, чем у нас вот сейчас. У нас по большому счету политической карикатуры вот как таковой нет. Как при советской власти не было пока счастлива. А тут причины другие, разные. В Швеции это и есть. Ну и заканчивая мою историю, вот как мы жили в шведской тюрьме, вот один из таких номерочков, символизирующих юмор шведов. Он висел в номере нашем. Мы с удовольствием в этой тюрьме жили. И с благодарностью попрощались с надеждой, что будем дальше сотрудничать русские, шведские карикатуристы. И шведы обещали нам выставку строить в парламенте, потому что парламент оказался тем местом, где в библиотеке собирается коллекция политической карикатуры. вся библиотека вывешена политической карикатуры. Где вы увидите в доме местном или в парламенте такие вещи. Это в многом, конечно, говорит о демократии. И вот такой юмор тоже. Все это легко и по-доброму относится к таким проявлениям культуры. И последнее, что они пообещали нам продолжить этот проект, взяв сферу вот этого интересного направления, которое мы начали, и другие страны, возможно, будут участвовать в следующем проекте норвежцы или датчане или немцы. Это возможно будет выставка связанная с экологией бассейна Баренцева моря. Дай Бог. Мы были в одной из ведущих газет, которой, по-моему, больше 150 лет. То есть Швеция жила 200 лет без войн. Они могли это себе позволить вот так жить, отрынув все там политические амбиции, одно, другое и так далее. И вот поэтому-то таким образом страна и живет и сейчас она живет, по-моему, по большому счету за счет новейших технологий, связанных не с добычей полезных эскапарных, а как раз мозгами. Там небольшие предприятия. Мы познакомились с одним из инженеров такого предприятия, который нас в гости пригласил. Обычный инженер. Как у нас жили инженеры, как сейчас живут. У него три машины с загородным рядом, шикарные. И спокойно он там живет, работает. Никакого напряжения, никакого напряжения, никакого страха перед будущим. Даже если человек инвалидность получает, у него гарантии социальные, гарантии. Даже если он не выплачивает долги по заемом, все равно есть механизмы, которые позволяют выходить из дома его не выгонят. Продолжая речь о традициях, в газете, в газете, в которой существуют музеи. Здания огромные, музеи в подвале. Там история в виде предметов, которые использовались в типографском деле, в полиграфии, вещи, которые использовали журналисты сто лет назад, современные супераппараты через космическую связь. И в этом же музее, музее карикатуристов, которые работали в этом газете, уже умершие, портреты, их рисунки, биографии, все на месте. Людей уважали, работы сохранены, история, культура и память сохранены для будущих поколений. У нас, коснись любой газеты, что при советской власти, что ныне у нас, увы, эти традиции, но тут причины, вероятно, другие, увы, у нас этого нет. Это очень жалко.